Я тогда заканчивал школу в город Одесса, в союзной олимпиаде по математике. И одна из задач, которая там была, формулировалась в следующем образом. Внутри тетрайда расположен другой тетрайдер, разделив сумму длин всех ребер внутреннего на сумму длин внешнего. На сумму длин всех ребер внешнего. Смотрите, вот большой тетрайдер, внутри которого как-то расположен маленький. Понятно, да? Вот этот внутри. Давайте, маленький КМН, большой АВСД. И вопрос очень простой. Давайте для кратности сделаем так. Периметр АВСД, это будет по определению сумма всех отрезков. АВ, АС, АД, ВС, ВД, С, ВД. Я постараюсь порежу писать эту длинную формулу, но тем не менее, каждый раз, когда я пишу вот так, имейте туда. Так вот, рассмотрим отношение суммы длин ребер внутреннего тетрайда к сумме длин ребер внешнего. Понятно, что это отношение всегда больше нуля и может быть сколько угодно маленьким. Ну, потому что просто можно длин строить такой пюшечкой, да? Точечка такая маленькая, 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 маленькая. А вот интересно, меньше чего? Скажем, меньше миллиона. Можно сказать, или нет? Ну, понятно. Скорее всего, да, да? Замечательно. А можно сказать, что это будет всегда, скажем, меньше единицы? Да. Да, точно. Потому что в него всегда можно вписать. Точнее, нет, он же всегда вписан, он всегда меньше. А когда что-то маленькое содержится в чём-то большом, да? Да. Ну, то есть, вы считаете, что вместо вопросительного знака надо взять единицу? А, он же может быть неправильным. Он, конечно, неправильный. Он, конечно, может быть неправильным. И поэтому, может быть, какие-нибудь очень длинные стороны. Да. Так всё-таки, то есть, вы уже боитесь писать единицу? Да. А что вы не боитесь писать? Ну, ребят, чувствуется, что нужно решить фактически две задачи. Во-первых, нужно придумать конструкцию, когда эта величина будет достаточно большая, будет больше единицы. А, во-вторых, нужно будет потом доказать неравенство. Так вот, придумать ситуацию, когда внутри тетрайда, расположен тетрайд с большей суммой длин, можно. Пожалуйста, это сейчас сделайте. Намного интереснее разобраться с тем, какие же числа можно писать.